Я для того психолога, для того дополнительного образования, для того, чтобы родители с вами, Селёва Анатольевна. Тема моего мастер-класса «Комплексный подход к развитию детей с ограниченными возможностями здоровья». Для начала я хочу задать вам несколько вопросов. Вы на этой неделе испытывали эмоции расти? Да. А может быть вы удивлялись? Нет, нет, нет. И пристали. Да, я могу радовать. Эмоции не стоит валяться. Их нужно вынимать и правильно пожелать. Жизнь на 10% состоит из того, что происходит со мной. И на 90% из того, как я на это реагирую. Детям с ограниченными возможностями здоровья намного тяжелее понимать, понимать, что происходит в окружающем мире, потому что у них трудности начинаются когда-то не всегда. Они не понимают, что происходит у них глубоко внутри, не могут характеризовать свои эмоции, могут их правильно говорить, коммуницировать, им очень трудно задается взаимодействовать в любой сфере. В настоящее время проблема эмоционального развития остается еще достаточно острая. В нашем мире происходит очень много событий, которые мы можем влиять на то, что эти события оказывают на наше эмоциональное состояние влияние. И как мы с этим справимся, за это отвечает наша эмоциональная система, ее развитие. Детям с ограниченными возможностями. Продолжение следует... 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 Если сразу после того, как он нарисовал, я даю ему это задание, то он не успел еще переключиться на другую деятельность, успешно его выполнял. Таким образом мы какие-то коррекционные задачи с ним все-таки смогли решить. Один мальчик у меня рисует каждое занятие уже, наверное, в течение длительного времени. Только двух человек и больше ничего. Он заполнил одну фразу, постоянно эту фразу повторяет. У него нарушение интеллекта отключаться. Но он не знает, что он здесь. Что-то сегодня весь маленький модел. Для развития эмоциональной биосферы я использую комплекс терапии. Это музыкальную терапию, репо, песочную терапию. Это методы рисования. А для развития рисовательной сферы я использую упражнения, которые улучшают нейродинамичность работы мозга и работоспособность. Это нейропсихологический подход. Также мы используем занятия, которые помогают развить производительный психический процесс. Это упражнение на развитие внимания мы сегодня и будем рассматривать. Эмоции очень важны. И мы сегодня с вами рассмотрели, как важно понимать свои эмоции. Как важно оценивать свое настроение. Но важно не только понимать свои эмоции. Важно именно управлять. И сейчас я хочу вам предложить выиграть игру, которая как раз показывает, насколько мы можем управлять своими эмоциями. Эта игра называется «Мисс Мамму». Сейчас я выведу на страйк инструкцию. Сидя в круге, первый игрок нужен стройный волстерник. С невесимально серьезным упражнением, нельзя обращаться к соседу справа. Простите, вы не видели, мисс Мамму? Кто-то отвечает фразой «Нет, я не видел, но я могу спросить у соседа». И также серьезно задавить первый вопрос на товарищи условия. С правой стороны и так по кругу. Важное условие – нельзя улыбаться или смеяться. Нужно смотреть строго в глаза. И упражнение засчитывается, когда сведены все эти условия. Не смеяться, смотреть в глаза и не улыбаться. Да, начинайте. Простите, вы не видели мисс Мамму? Нет, я не видела. Но я могу спросить у соседа. Простите. Вы не видели мисс Мамму? Нет. Я не видела, но я вас... Потому что сзади соседа был у соседа. Вы не видели мисс Мамму? Нет, я не видела. Я могу спросить у соседа. Простите, вы не видели мисс Мамму? Нет, мне дают мисс Мамму. Я говорю, что вы ездите на метод, а они не удовлетворены. Они не могли бы уехать, но он не так же прожигал. Я думаю, что у вас сейчас при мисс Мамму мы в хорошее время стало понятно, что мы, взрослые, не всегда можем тренироваться в орициальных состояниях. Мы не всегда в правильных ситуациях реагируем. Даже дети массовых школ не всегда могли правильно отценить ситуацию, когда реагируют должным способом. Мимо и взрослых всех. Дети с ОБД использовали уже проблему момента распознания свой благосостояние с их эмоцией. При работе с ними на первый момент мы можем увидеть, что их нереакция не всегда – это пара ситуаций. Они могут смеяться, когда нужно плакать, они могут плакать, когда нужно смеяться. И наоборот, они неправильно оценивают ситуацию, которая вокруг них. Они не могут ее оценить. Мы не понимаем, что они пришли на занятия. Я уже говорила, что в своих занятиях я применяю международный подход. Зачем я это делаю? Детки с ОБД, они истощаемые, они очень быстро в эдохарации устают. И для того, чтобы поддержать их работоспособность и повысить работу мозга, продуктивность работы, я использую упражнения на развитие межпоушарного взаимодействия. И давайте сейчас с вами попробуем выполнить температуры, которые я уже апробировала. Могу сказать сразу, что эти упражнения полезны не только для детей с увоза, они полезны и для работы, для учеников и обычных массовых школ, для наших детей, которые к нам приходят в центр, без особенностей развития, а также для нас. Потому что после рабочего дня у нас тоже падает, как здравствуйте, внимание, мы тоже устаем, снижается работоспособность. Первое упражнение, которое я хочу вам показать, называется круг-квадрат. Одной рукой мы должны рисовать круг, а другой – квадрат. И нужно это делать одновременно. Давайте я поменю, пожалуйста. Попробуем все вместе, посмотрим, как это получится. Упражнение – среди изменить увеличение танец, Потом нужно поменять – той рукой, которую мы рисовали круг – мы рисуем квадрат, А той рукой, которой мы рисовали мы тратить он. Упражнение хорошо проводить перед началом занятия, потому что детки сразу собираются, концентрируются, лучше включается сжал-пох. Следующее упражнение у нас «Снегативная». Я думаю, что вы тоже об этом знали, давайте попробуем сначала медленно. Степенно нужно увеличивать темп этого упражнения для отмоксивания креста. Кстати, очень многие детки меня научились выполнять это упражнение. И с радостью демонстрируют, потому что у них это получается. И поэтому они стараются создать движающее. А следующее упражнение, да, и потом. Сначала я учу деток выполнять это упражнение по зрительным контролям. Сначала они смотрят на одну руку, потом на другую. Самый сложный вариант, который мы выполняем закрытыми глазами. Это еще упражнение, которое мы тоже применяем в своей работе, называется алфавит. Кто уже сначала использовал вот это упражнение в своей работе? Кто-нибудь знает? Да. Суть этого упражнения, вот в нижней буковке, которая здесь, П означает, нужно поднять правую руку, буковка О – обе руки, буковка Л – левую руку. При этом нужно называть верхние буквы. И стараться это делать максимально быстро и одновременно. Например, Х, А, В, З, Т. Я прошу вас попробовать. Это очень эффективное упражнение. Молодцы! Я вижу, что вас отлично лучше. Мы справились с этим упражнением. Кто знаком с таким упражнением или использовался на работе? Суть этого упражнения нужно привести последовательность вот этих символов. Каждый символ означает, какое-то действие. Звездочка означает, получите рюкзак на ладонь. Круг означает, кулак. Палочка – ребро. Крестик руки сделать крестиком. И хлопочек ладонь. Давайте попробуем. Выборим две строчки. Максимально быстро. Молодцы! Я вижу, что… Ваши смехи все лучше и лучше. Педагоги, пожалуйста, поделитесь. Понятнее были вам упражнения. Не более было их выполнять. И, возможно, какое-то упражнение было самое трудное. И, возможно, какое-то упражнение было самое трудное. Какое-то самое случилось. Это все упражнения. Но, наверное, это развитие международного взаимодействия. Понятный труд, вернее, понять его легко, наверное, в теме. Вот сделать сложно. Да, сделать сложно и еще сложнее в теме это делать. А нечем помогать учить всю работу мозга? Да, конечно. Что весь мозг начался с тобой. И, когда вы будете выполнять эти упражнения со своими детками, с простыми, с обычными, даже с своими собственными, то домашние задания они должны выполнять быстрее, быстрее учить языки какие-то. Ну, в общем, чтобы меньше будет тратить времени на выполнение или заученные документы и территории. А какое было упражнение самое трудное? А вот это? Все, что бывает. А мне, вот это же вот, как будто это. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Вот этот вот. Да. Вот так вот. Как мне, как там? Ой, как там? Ну и если вы сами попробуете управлять это упражнение в течение 30 дней подряд, то вы сами увидите, как увеличится вашу рабочую способность и вы это в теле сделаете работу. Так, следующее упражнение. Это упражнение, я думаю, знакомо уже всем. Поэтому мы его делать не будем. Суть этого упражнения нужно назвать «цвет», а не «словок». И тоже самое главное условие – нужно это делать как можно быстрее. Вы активно поработали, наверное, упомянулись, потому что это упражнение направлено на атмосферу. Я предлагаю сейчас вам немножко отдохнуть, сейчас есть динамические паузы. А как я расскажу про динамические паузы? Для деток СОВСД таких пауз должно быть в цирке занять достаточно, ну, больше одного плочня, два или три, в зависимости от того, что мы смотрим по состоянию. Если я вижу, что он уже засыпает и устал, то я включаю обязательно что-нибудь. Даже если у меня было уже два упражнения на динамичную паузу. И смысл для динамической паузы мы сразу же развиваемся в самоконтрольском развитии. Ну, не просто отдыхаем. Я иницу в начале, когда вы можете расстать и подвигать щас. Я иницу в начале. Я иница. Я ракета полетела в космос, полетела в космос, раз, спековка, два, спековка, а вокруг планеты Солнце и Луна, а вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета полетела в космос, полетела в космос, раз, спековка, два, спековка, а вокруг планеты Солнце и Луна, а вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета полетела в космос, полетела в космос, раз, спековка, два, спековка, а вокруг планеты Солнце и Луна, а вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета полетела в космос, раз, спековка, два, спековка, а вокруг планеты Солнце и Луна, а вокруг планеты Солнце и Луна. У нас в жизни нашего мастер-класса я хочу вам предложить, что вы получаете особо уважения, которое поможет вам в этих ресурсных состояниях, у вас я буду долго посмотреть, у вас привела, расслабиться, отдохнуть, или создать картину на листке, которую называют, и придумать ей название. Это работа коллективная. Я вас приглашаю. Спасибо. У нас получилось. Замите, пожалуйста, то название, которое вы придумали. Мы любим лето. Ждем, ждем лето. Ждем лето. Любим лето. И уже мечтаем о море, о пляже. Ждем море. Уталось ли вам немножко на этом упражнении отдохнуть? Да, конечно. Помечтать. Мечтать, да. Тут, конечно, полет фантазии может, не знаю, любой. Огромное спасибо вам за вашу обратную связь, за вашу интерес. Очень интересно. Огромное спасибо, товарищи. И мне ангелево. Целью моего вас из вас поделиться профессиональным опытом, раскрыть, наверное, проблемы, узнаемые господи детской области, показать вам практический метод, который я использую в своей работе. Ну, наверное, все. Спасибо. 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 Спасибо.